Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ВИИ ТВ в студии Тимофей Львутин. Акции в поддержку политзаключенного Кремля Олега Сенцова проходят в Украине. В частности, в Днепре, Львове и в Одессе. Несколько сотен людей собрались и в Киеве на Майдане Незалежности. Требуют освободить всех кремлевских узников и бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. В центре столицы находится наш корреспондент Ксения Кадышкина. Она на прямой связи со студией. Ксения, как проходит акция? Здравствуй, Тимофей. Я нахожусь сейчас на Майдане Незалежности. Здесь уже около двух часов продолжается акция в поддержку Олега Сенцова. Прошло два флешмоба. Первый флешмоб был в виде перформанса. Люди, которые не актеры, в тюремной форме, вышли с цепями и показали таким образом, насколько тяжело Олегу Сенцову сейчас в тюрьме, не только Олегу Сенцову, а и другим политзаключенным. Также вторая акция в поддержку Олега Сенцова, второй флешмоб, прошел чуть позже. В ходе этого флешмоба люди могли подписать красную карточку Путину. Подписать они могли что угодно. Они могли написать свои пожелания, послания и так далее. Подписывали любые желающие. Также они могли написать имена полицзаключенных украинцев, выпускников Кремля в России в футбольном мяче. То есть эта акция приурочена к футбольному матчу мира 2018. После этого мы пообщались с Натальей Каплан, сестрой Олега Сенцова. Она рассказала, что сейчас состояние Олега до сих ухудшается. И он поэтому не хочет, чтобы ему эмоционально тяжело, и он не хочет общаться с близкими людьми, поэтому сейчас она не навещает его. Но уже в понедельник к ней поедет адвокат. К нему поедет адвокат и на встречу. Также Наталья Каплан рассказала, что Ксения Собчак недавно встречалась с Олегом Сенцовым. Но пока что она не знает в подробности его мнения обо всем этом. Но она также сказала, что ему очень приятно, ему очень важно, что его столько людей поддерживает. Поэтому она высказала свою благодарность пришедшим. И сказала всем спасибо за то, что пришли и поддерживают его. Для него это очень важно. У меня все на этом, Тимофей? Да, спасибо большое, Ксения. Это была наша Ксения Кадышкина. Она следит за акцией на Майдане Назалежности в поддержку Олега Сенцова, объявившего голодовку 14 мая за месяц до начала футбольного чемпионата в России. Больше информации в следующем выпуске. Глобальная акция «Сейв Олег Сенцов» проходит во всем мире. Флэшмобы состоялись в Латвии, Франции и Австралии. Участники записывают видеообращения и выражают поддержку всем украинским политзаключенным, лишенным свободы по приказу Кремля. Подробнее в сюжете Вадима Гринко. С украинскими флагами и плакатами так в Париже началась международная акция в поддержку Олега Сенцова. Среди нас есть не только украинцы. Присоединяются и россияне, и литовцы, и латвийцы. Несмотря на дождь и плохую погоду, нас здесь около 50 человек. Мы будем продолжать эту акцию. В общем же, она у нас сегодня не впервые. Держа в руках красные карточки, активисты во французском Лионе призвали не ехать на чемпионат мира по футболу в этом году. Они поддержали Олега Сенцова гимном Украины. И покажем, что мы братья кровь. С футбольными мячами с нарисованными каплями крови под российское посольство пришли и активисты в Риге. Они выступили против проведения чемпионата мира в РФ. За спасение жизни политузников Кремля выступили и в Австралии. Участники флэшмоба призвали Путина остановить войну на Донбассе, а мировое сообщество противостоять незаконным действиям Кремля. Подобные акции проходят уже несколько дней в десятках стран. На митинги в поддержку украинских политзаключенных вышли тысячи человек по всему миру. Вадим Гринько, UATV. Боевики обстреляли украинских пограничников в районе контрольно-пропускного пункта Майорска в Донецкой области. Об этом UATV рассказал помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, огонь российские наемники открыли рано утром во время пересменки пограничных нарядов. Пули попали в бронированную машину и служебное помещение. После того, как служебный автомобиль доставил пограничные наряды к контрольному посту майорский, уже возвращался назад, он был обстрелян из стрелкового оружия. Никого из мирных граждан в это время еще на КПВВ не было. В то же время это свидетельствует о том, что недалеко от КПВВ есть позиции российско-террористических войск, которые находятся в зоне досягаемости стрелкового оружия. Новые доказательства преступлений российских наемников армии Вагнера на Донбассе обнародовала служба безопасности Украины. Сотрудники спецслужбы в 2014 году перехватили разговор российского офицера из генштаба Олега Иванникова и Дмитрия Уткина, командира частной военной компании по кличке Вагнер. В беседе, среди прочего, обсуждали, как забрать с поля боя своих солдат. Я думаю, что все-таки все-таки прекратится все-таки наконец-то, да? Да как бы надо прекращать, потому что мне необходимо еще своих ***, которые в полях остались забрать. Да, ясно. И все эти про процесс переговоров, я так понимаю, *** застопорился из-за того, что *** наши *** дальше поливают поливать. Продолжаю. Я надеюсь, что это не наши там какие-нибудь ***, не знаю, какие-нибудь казаки ***, неуправляемые. Я думаю, с ними разберутся сейчас. Отражение возможных атак со стороны диверсантов и тактику ведения боя группами кораблей отработали пограничники Мариупольского отряда морской охраны. Учения прошли в Азовском море, сообщает Госпогранслужба Украины. Подразделение несет службу на востоке Украины в составе объединенных сил. Также моряки-пограничники тренировали умения стрельбы из крупнокалиберного катерного оружия, действия во время возникновения пожара на катере, оказания первой помощи и задержания судна-нарушителя. В Госпогранслужбе отметили, с поставленными задачами моряки-пограничники справились. Мастерство на татаме. 190 бойцов в кимоно состязались за кубок президента Украины, который прошел в Киеве. В соревнованиях выбрали лучших спортсменов среди украинских военных, работников правоохранительных органов и спасательных служб. Как проходил турнир и кто получил кубок, смотрите в сюжете Юлии Крючковой. Вооруженные силы и нацгвардии Украины, нацполиция, главное управление разведки и другие военные формирования, а также правоохранительные органы демонстрируют мастерство на татаме. 190 спортсменов в кимоно борются за выход в финал. Среди бойцов и участники боевых действий на Донбассе. Спортсмены-рукопашники одними из первых взяли в руки оружие и встали на защиту территориальной целостности Украины в составе вооруженных сил и добровольческих подразделений. Сегодня здесь лучшие из лучших. Те, кто в своих категориях победил других представителей своего ведомства. После четырех кругов отборочных боев определились финалисты в семи весовых категориях. Иван будет драться за победу со своим другом в категории до 90 килограммов. Я вышел в финал с моим товарищем, побратимом. Мы вместе работаем. И в прошлом году мы тоже вдвоем были в финале. Первый бой за золото среди спортсменов категории до 60 килограммов. Судьи не могут определиться, кто сильнее дают дополнительную минуту. В итоге золото у Олега Бондаря. Честно, еще пять минут подрался бы. Только ради победы. Хотя и устали, да. Действительно тяжелый поединок. Сегодня удачи больше. Мне улыбнулось. Поэтому, наверное, я и выиграл. Самая напряженная борьба за первое место в категории 90+. Группа поддержки дает советы своему бойцу. Поддержка помогла. Ярослав из нацполиции в прошлом году завоевал на этом турнире серебро. А в этом золото. Есть свои коронные приемы, которые я нарабатывал. И знаю, что они проходят и помогают мне. И я проложил себе такую победу. Ну и, конечно, это тактические моменты, которые мы прорабатывали на тренировках. В командном зачете победили представители управления государственной охраны. Они получили кубок президента, как и в прошлом году. Юлия Крючкова, Евгений Савицкий, UATV. Актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала EATV.EI. На этом у нас пока все. Увидимся буквально через пару часов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok